В этом выпуске обсудили итоги выходных. Дебют Шакура Стивенсона в легком весе, Мураджон Ахмадалиев потерял свои пояса, IBF и WBA Супер в первом полулегком весе, Брайан Миндоса нокаутировал Себастьяна Фундору. Бой Кроуфорд Спенс, возможно, так и состоится в этом году. Анонсировали главные поединки грядущего уикенда. Шоу в Лондоне. Джо Джойс защищает титул временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBO. Вот знаешь, коллега, как говорится, фейерверк – это не только пиротехнический термин, но в нашем случае еще и боксерский. Здравствуйте. Здравствуйте. И, естественно, начинаем мы с фейерверка, который устроил кто? Конечно же, Шакур Стивенсон. Шакур Стивенсон, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, точнее, чемпион мира в двух весовых категориях, дебютировал в новом для себя весе в легком 61,2 кг против небитого японца Суитеры Йосина. Да. Как тебе, коллега, дебюс? 25-летний олимпийский призер, кстати, он являлся в свое время, был, когда еще был в сборной. Казалось бы, что Йосино – один из тех бойцов, который может оказать на него давление, потому что он сюда спустился из своей категории потяжелее, он дрался даже в 66 на начале своей карьеры. Начинал карьеру в 66, да, совершенно верно. Достаточно физически крепкий, но, как показала практика, оказался чистым клиентом Шакура Стивенсона. Да, причем до поединка кто-то даже ставил на Суитера, потому что у него, кстати, в оппозиции были победы досрочные над бывшим чемпионом мира в 59 кг по АВБО Масаюки Ито, и побеждал он нокаутом Масаюсина Катани, которого до этого побеждал Василий Ломаченко. Я даже очень злился тому, что ему дают очень мало шансов букмекеры или аналитики бокса, и говорил, что я покажу на все, что я способен, я буду идти вперед. В принципе, слово-то он сдержал, он шел вперед на протяжении всего боя. До поры до времени, до первого нокдауна во втором раунде подловил очень хорошо его тогда Шакур Стивенсон. На встречу Наджев с дальней руки точно в разрез попал Стивенсон, но Стивенсон вообще круто работает на встречу. Очень чуткий, конечно, этот боец. Ноги, да. А второй нокдаун в четвертом раунде уже произошел, когда поймал на встречу снова Стивенсон, а еще там и подхватил боковым справа точный удар. И там было гораздо тяжелее. Да, упал прям буквально в ушко. Да, ну и в шестом раунде мы видели, кстати, как достаточно агрессивно боксировал Шакур Стивенсон, словно желая всем доказать, я не шлепарь, я бить умею на самом деле. И в шестом раунде после очередного удара в японский лоб рефери сжалился. И знаете, как говорили по любителям, по олимпийцам? Ввиду явного преимущества. А, кстати, многие считают, сам Стивенсон говорил, что я бы мог показать еще большего, если только рано, у меня только открылось второе дыхание, но очень четко сработал судейский корпус. В смысле уже смысла не было проведения этого боя, продолжения. Там было ясно, что через все закончится. И уже, да, что шло к тяжелому какому-нибудь нокауту. Ну, тем не менее, Шакур Стивенсон выиграл ярко, досрочно, очень убедительно. Двадцатая победа в его карьере профессионала. И самое что главное, он стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC. Один из четырех поясов, которым владеет Дэвин Хэйни. А с Дэвином Хэйни они, кстати, знакомы и были в одной олимпийской сборной. Так что, так что все очень здесь интересно. На этом же карде стопроцентный результат показал Джаред Андерсон, одна из главных надежд американского Дэмира Вова, наверное, в том числе тоже супертяжелого веса. 23-летний гигант, который выиграл нокаутом у небитого доминиканца Джорджа Ариаса, чей-рекорд был 17-0, кстати говоря, которого даже горячие головы сравнивали с Майком Тайсоном. Какие-то горячие головы сравнивали. Но с первого же раунда такой в подчиненном положении отказался Джорджа Ариас. Там щемился канатом и очень спокойно, расчетливо работал как раз-таки Джаред Андерсон. И там шансов у Ариаса не было. В третьем раунде он нахватал прямо по самой небо. Там рассечение у него. И сразу его стали осматривать, как он вернулся после перерыва. Сразу тяжело уже было. Сам он, может быть, и хотел продолжить. Но многие сказали, не-не-не-не-не. Ну, там и весь угол сразу сигнализировали, что все, поединок они готовы останавливать. Ну, действительно, наверное, здесь же такая же история, как и со Стивенсоном. Если бы дальше, было бы, наверное, только хуже. Ну, и еще одна присказка. Некоторые башни не просто стоят в наклон, но все-таки падают. А это мы к чему? Это, конечно же, поединок, который закончился где-то сенсационным, но очень красивым нокаутом. Это бой за звание чемпиона мира по версии WBC. За звание временного чемпиона мира. Подчеркнув 69,9 килограммов, это первый средний вес. Явный фаворит Себастьян Фундора, калифорнийский спортсмен, небитый уже временный чемпион. Бой делался, естественно, под него. Под него сто пудов, потому что, да, этот великан, надо ответить, действительно великан. Для этой весовой категории, ты видел, когда они стояли на фейс-ту-фейс? Там минимум две головы, если не три было. Да просто голова, точно, и там просто гулливер с лилипутом, ну простят меня все болельщики бокса. То есть смотрел, в принципе, не на Мендосу, на взвешивание. Для того, чтобы посмотреть в глаза, смотрел просто куда-то туда, вверх. Да, а Фундора смотрел вдаль. Ну и поединок начал, кстати, Мендоса неплохо. Он первый раунд, а два, хорошо уходил от джеба. Ну, коллега, знаешь, как уходил, но постоянно отирал спиной канаты все-таки, частенько зажимался в угол. Потом у него начало получаться прорываться на среднюю дистанцию. Но на этой средней дистанции Фундора очень здорово действовал апперкотом. Да, он ловил Мендосу и, казалось бы, вот. А помнишь в шестом раунде, там Мендоса вообще просто клинчевал в таком моменте, что аж чуть ли ноги не забрал своего соперника, потому что он ничего не мог сделать. Да, там где-то раунда с третьего начал Мендоса выхватывать. Но случилось то, что случилось в одном из разменов. Сначала бросил Мендоса джеб слева после пропущенного удара справа. И тут же, след за джебом, вылетел точно в каемочку крюк слева. Переключило. Прям вот так вот, извините. А Себастьян его буквально зевнул этот удар. Такой там шлепок. И, возможно, как уже потом говорил Фундора, что он был оглушен этим моментом. Был бы немножко, говорит, я бы пособраний, встал бы на колено. И было бы попроще. Да, тут же переключило после этого крюка, хука слева Фундору. И Брайан Мендоса, вот, главное свойство, качество высококлассного боксера. Тут же понял, что это шанс и нужно добивать. И на сто процентов его использовал. Два удара уже буквально в падающего соперника. Да, там второй удар был в договоре практически. И мне кажется, что этот нокаут будет одним из красивейших нокаутов этого года. Ну, апрель это точно. Да, апрель это точно. Я думаю, что апрель это точно. И здесь все. Там еще головой шмякнулся о канвас Себастьян Фундора. И вот победа. И, кстати, перед поединком Брайан Мендоса говорил следующее. Я знаю, что в меня практически никто не верит. Бой делается не под меня. Я здесь не сторона А. Но я шокирую мир. И сказал, сделал. Сделал. Мендоса действительно раз и такой яркий, красивый нокаут. Но он, кстати, умеет хорошо красиво нокаутировать. Джейсон Росарио не даст соврать. И, кстати, момент, да, про бой, который делался не под Мендосу. Мендос на момент нокаута, который он оформил, летел на карточках. На карточках двух судей летел все раунды. Все раунды, а в одном только один раунд. Ему 60-55 отдавали судьи. Да, там 59-55 и дважды 60-54. Ну и немного грустный день для любителей бокса профессионального из Узбекистана. Мураджон Ахмадалиев, к сожалению, для себя и для поклонников своего творчества. В очень близком, на самом деле, поединке потерял свои пояса в 55,3 в первом полулегком весе по версиям IBF и WBA Super. Ну, в соперниках был никто-нибудь, а Марлон Топалис, филиппинец, может быть, не сильно известный. Но в свое время, кстати, почемпионивший в 53,5. В общем, был он чемпионом мира недолго. Был чемпионом мира, да. Ну, ты знаешь, коллега, я, честно говоря, ожидал более такого зрелищного боя. Потому что мы знаем, что Топалис такой зарубакой. И, в принципе, Ахмадалиев в последних своих поединках действовал достаточно остро. Но здесь вот очень осторожные ребята работали. А мне кажется, знаешь, коллега, как здесь было. Марлон Топалис достаточно грамотно провел первую половину поединка, за счет чего и выиграл. Он не бросался так открыто на своего соперника. И, возможно, поэтому Мураджон где-то не смог перестроиться. Возможно, ожидали здесь угол Мураджона, что больше будет идти вперед Топалис. И очень много его пережидал. Поэтому было очень много таких близких раундов. Потом, как выяснилось, эти близкие раунды отдавали все-таки Топалису. Ну и, наверное, самый яркий раунд, который, безусловно, Мураджон выиграл, это 12-й раунд. Ну там, помнишь, в перерыве, да, уже говорили, что надо работать, бей больше ударов. Ему говорили и русскоговорящие его секунданты, и англоговорящие. Весь штаб ему об этом говорил. Он действительно включился, ну там перестрелял буквально он своего соперника, но было поздно уже. Но этого не хватило для победы. И там, причем, раздельным решением судей отдали Топалису. Двое судей 115-113 отдали филиппинцу. И один, по-моему, 118-110, если я не ошибаюсь, отдал как раз-таки Ахмадалиеву. Поэтому здесь момент очень интересный. Был ли в контракте на поединок, была ли прописана опция реванша. Если она была прописана, то, может быть, не все так и плохо для Мураджона. Ну и, конечно, еще один боксер, которого прочит, ну, в будущем, может быть, чемпионы мира, или как минимум в претенденты в 69,9. Ведь, опять-таки, это Исраил Мадримов, который стряхнул ржавчину. Дрался он не совсем в своем весе, так скажем. Он дрался в лимите среднего веса, 72 килограмма 600 граммов. Обычно он выступает и числится в 69,9 в первом среднем. Но там не дрался он более полугода. Да, больше, да. Он с июля прошлого года не выходил в ринг. И поэтому после ничей, ты помнишь, кстати. Да, с Мишелем Соро. Да. И Рафаэл Икбогве, нигериец с американским гражданством, оказался очень крепким парнем с чугунной головой и, видимо, с такой, с бетонной печенью. Потому что там, в принципе, ну, избивал его Мадримов почти все раунды. Был сильнее лучше. Да, все 190 двое судей отдали. И один отдал судья... А, нет, наоборот. Один отдал со счетом 190, и двое судей... 99. 99-91. Только один раунд отдали они ему. Ну, там реально, там такие подачи выбросов. Да без вариантов. Там уровень бокса у Мадримова был гораздо выше. Вот прямо именно не драки на средней дистанции, а именно бокса. Бокса средней и дальней дистанции. Другое дело, что действительно очень крепкий, прочный оказался Икбогве. Да. Да, доказал, что очень такой стойкий парень. Но проиграл по всем параметрам. Ну, и еще одно событие, которое случилось на этом карде. Еще один чемпионский бой. Не часто такое бывает, когда боксер, завоевав чемпионский пояс в одной категории, спускается ниже. А именно таким оказался Джесси Бам Родригес. Американец, небитый... Бам, это, кстати, прозвище. Да, если что. Он был чемпионом в 52,2 в первом легчайшем весе. Ну, вот освободился пояс на категорию ниже в наилегчайшем. 50 килограммов 800 граммов по WBO. И он перестучал, в общем-то, Кристиана Гонсалеса там без вариантов. Без вариантов, да. Все судьи единогласны, там с разным счетом, но с большим преимуществом. Да, и стал уже чемпионом мира в двух весовых категориях. Радостная новость для любителей мирового бокса. Бой, о котором так долго говорили все СМИ и поклонники бокса. Это, конечно же, поединок между Терренсом Кроуфордом и Эрлом Спенсом за звание Абсолюта в полусреднем весе 66,7 кг весовой категории. Вроде бы прошла информация, что 17 июня, наконец-то, может быть... Мы почему так осторожны? Потому что сколько раз... Чтобы не сглазить, да. Да, чтобы... Прям вот так вот. Да, сколько раз вроде бы договаривались, потом что-то не получалось. Вот 17 июня очень ждем, я думаю, бой, который ждут... Ну, кто? Да все. Да все. Коллега, сколько раз уже анонсировали этот бой, эти боксеры уже между собой и говорили, вроде о гонорарах шла речь, и все-таки пока нет. Очень жалко, что вот если такой бой потом и состоится, то в тот момент, когда кто-то из бойцов уже сдаст свои кондиции. Вот это самое обидное, наверное. Ну, 17 июня, наверное, не совсем потом все-таки. Да, абсолютно нет. Одному 35, другому 33, оба в прекраснейшей форме, оба на беспроигрышной серии. Все, что надо для мегабоя. Два непобежденных чемпиона. 10 июня, на неделю раньше, состоится бой между шотландцем и великобританцем, соответственно, Джошем Тейлором, чемпионом мира, бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем в 63,5 кг. У него остался один пояс, пояс по версии WBO, все остальные ремешки он скинул благополучно. Для других топов в этом дивизионе. Ну и будет бой с Теофимом Лопесом тем самым. Тем самым, да, который одержал победу над тогда Василием Ломаченко, потом уступил эти пояса все Камбососу, и сейчас идет на серии из двух побед. Да, не очень убедительно, так скажем, он разобрался с испанцем Сандером Мартином, но... Ну, Мартин как бы не совсем простой соперник, и там были психологические проблемы у самого Теофима Лопеса, а Мартин, извините меня, он там бил кого только не бил, помнишь? Ну да, да, сложный. И Гарсия даже майки он побивал. Да, это 63,5 весовая категория, здесь уже Лопес чувствует себя хорошо, там уже состоялся предварительный диалог в прямом эфире, кстати, между Джошем Тейлором и Теофимом Лопесом. Лопес, кстати, показал свой пресс и говорит, вот в такой я форме, в отличнейшей просто. Готов хоть сейчас выскочить. Готов, да, я, говорит, вообще сейчас вес не гоняю, чувствую себя огонь. Ну и вообще ситуация достаточно интересная, в 63,5 у нас есть Джош Тейлор, который владеет WBO, будет он защищать пояс против Теофима Лопеса 10 июня. Здесь же у нас Реджис Прогре, и все ждут его реванш, скорее всего, с Хосе Карлосом Рамиресом. Это было бы очень интересно, да. Да, затем по WBA доминиканец Альберто Пуэйо будет защищать, я не помню какого числа, но главное, что в этом году и не очень поздно, так скажем, по-моему, это то ли конец весны, то ли лето, он будет защищать пояс против Роланда Ромеро, против Ролли Ромеро. Ну и здесь еще есть, конечно же, портоликанский зомби, который просто перемалывает всех своих соперников. Субрель Матиас, да. Субрель Матиас, вот лично я бы хотел такой расклад. Субрель Матиас побеждает кого-нибудь, защищает пояс, выходит на, допустим, или на Прогре, или на Пуэйо. И потом объединительный поединок с победителем пары Джош Тейлор и Теофима Лопес, да? Да, а потом ставший абсолютом в 61,2 Шакур Стивенсон поднимается наверх и решает вопросы там. Ну и Дэвин Хэнни там, например, тоже присоединяется к этой компании. Да, тоже его нельзя списывать со счетов. Дэвин Хэнни сейчас владеет всеми поясами в категории 61,2. И уже негласно есть такой вариант, что в случае победы над Василием Ломаченко он, что называется, уйдет на север, то есть на категорию выше. А почему бы и нет? Он очень высокий, достаточно руслый парень для этой категории, да? Габаритный. Ну, естественно, бой в супертяжелом весе. Александр Усик будет драться с Даниэлем Дюбуа. Это уже официально объявлено. По версии WBA он будет защищать свой пояс. Очень интересный поединок. Дюбуа уже сказал, да я его нокаутирую. А Дюбуа нокаутировал из своих соперников. Только двух ему не удалось нокаутировать, но один его сам чуть ли не отправил в нокаут. И про него чуть позже, да, тоже. А другой прошел всю дистанцию. То есть есть шансы у Дюбуа, он действительно нокаутер. Из 19 побед у него 18 нокаутами. Ну, а теперь такой мостик. Тот самый соперник, которому Дюбуа проиграл нокаутом. Джо Джойс. Британец Джо Джойс, у которого самое крепкое лицо и корпус. Об этом говорили даже его спарринг-партнеры. Что чуть ли не разбивали руки в спаррингах. А сам он бьет, дай боже, там тоже. Но это и показывает его рекорд. Все-таки 15 поединков в профессионалах. Ни одного поражения, а из 15 поединков 14 досрочные. То есть такой жесткий, бьющий нокаутер. Хотя, несмотря на то, что ему уже 37 лет. Ну, слушай, для супертяжей, как мы с тобой знаем, это расцвет еще практически. Ну, это как раз пик его физических кондиций, возможно. Джо Джойс будет защищать в субботу. Соответственно, это у нас 15 апреля. Да. В Англии, в Лондоне. Будет защищать пояс временного чемпиона мира по версии WBO против китайского гиганта Джана Джилея. У которого 24 победы. Одно единственное поражение от Филиппа Харговича. Ну, есть одна ничья там, да. Ну, и, кстати, успели они уже встретиться. Так интересно получилось. О чем-то о своем для британского телевидения говорил в интервью Джо Джойс. И в тот раз в зал заходит Джан Джилей, что-то произносит, на что Джо Джойс говорит, я не знаю, что ты сказал, но давай это сделаем. Ну, и на этом же карте будет поединок двух небитых легковесов. Представитель Индии, традиционной индийской фамилии Кумар. Сатиш Кумар. Сатиш Кумар, да. 10-0 у него, кстати, послужной список. Против Сэма Ноукса. Сэм Ноукс, молодой, 25-летний, да, боксер, представляющий Великобританию. На своем счету имеет 10 победных поединков. Ноль поражений, ноль ничьих. Во все 10 одержал победы досрочно. Такой, как ты любишь говорить, проспект-хлэш. Потому что у Кумара тоже на данный момент 10 победных поединков. Идентичные, практически, поменьше немножко процент нокаутов у Кумара. Из 10 поединков всего 4. Но при этом ему тоже 26 лет. Он не старый, не слишком молодой и не битый. Два не битых, один из них стопроцентный нокаутер. Это всегда очень-очень интересно. И посмотрим, как сложится этот поединок. Итак, в общем-то, мы все вам рассказали про то, что было, про то, что будет. Начинку, так сказать, затронули. Там какие-то такие прям будущие бои. Ну и до следующей недели. Хороших выходных. Смотрите бокс. До свидания. До свидания.